Это объект культурного наследия. Чтобы превратить памятник архитектуры в руины, рабочим понадобилось чуть больше недели. Ломали жилой дом 20 века они по приказу местного чиновника. Вот так зверски в Лакинске поступили с объектом культурного наследия. Технику для сноса предоставила дорожно-строительная компания по просьбе заведующего отделом строительства и архитектуры администрации города Лакинск Сергея Липенкова. После случившегося местные жители переживают, не пойдут ли их дома под снос. Тоже, кстати, памятники архитектуры. Там жили очень хорошие люди, все заслуженные фабричные работники бывшие. Такие шикарные квартиры были трехкомнатные. Сначала замерзла вода в одну зиму. Воду им никто не провел. Они жили без воды много-много-много лет. Потом замерзло отопление. Они отапливались с обогревателями. А потом им дали всем по переселению жилье. Местные говорят, разрушенный дом уже давно был приютом для лиц безопределенного места жительства, алкоголиков и наркоманов. Однако, вместо того, чтобы заниматься его восстановлением, что по сути и требует закон о сохранении объектов культурного наследия, Сергей Липенков пошел другим путем. А вот и сам герой, чиновник на скамье подсудимых, говорит и предположить не мог, что дал указание уничтожить такой ценный объект. Руководствовался исключительно бумагами, подписанными экс-главой администрации Лакинска. Распоряжение было 13-м годом. Дом был рухнувший. Его признали аварийным. Жители расселили. И постановление было написано до марта 2017 года его снести. Ну, пришел срок исполнения. Вы не знали, что это объект? Нет. А вот гособвинение так не считает. Дом был внесен в региональный реестр объектов культурного наследия еще в 1996 году. К слову, эту информацию несложно найти в интернете. Было бы желание. Липенкова, санне желавшим должным образом исполнять свои должностные обязанности по принятию мер, направленных на сохранение объекта культурного наследия. Возник преступный умысел, направленный на его уничтожение. Не имея полномочий по распоряжению муниципальной собственностью, действуя за пределами возложенных на него должностных обязанностей, осознавая, что дом расположенный по адресу город Лакинск, улица Набережная, дом 25 является объектом культурного наследия. Сергей Липенков уже судимый. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей за езду без прав. Водительского удостоверения он лишился за нахождение за рулем в состоянии алкоголя. Водительского удостоверения неоднократно штрафовали чиновника и за административные правонарушения, что называется, по работе. Здесь и нарушение порядка рассмотрения обращений граждан, и представление документа, содержащего недостоверные сведения. Что же касается нынешнего судебного разбирательства, то за уничтожение объекта культурного наследия полагается лишение свободы сроком до трёх лет, либо 400 часов обязательных работ, или весьма крупный штраф. Одним из видов наказанных предусматривающихся в размере, поясните, пожалуйста, ваше финансовое положение позволяет вам в случае назначения судом такого вида наказания поплатить вам штраф? Позволяет. У меня справку о доходах, правда, не принёс. То есть мои доходы за ад составляют 400 тысяч рублей за ад. Чиновнику дали время, чтобы предоставить справку о доходах и кредитных обязательствах. Решение по делу отложили до 3 мая. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.